Всем привет! Сегодня мы продолжаем наш ликбез и тема сегодня будет материалы. На самом деле я очень-очень не хотел снимать вот этот момент, рассказывать про материалы по одной простой причине. Дело в том, что в принципе, ну какая-то часть теории, которую я с ним расскажу, будет полезно, но основная масса либо придется, скажем так, принимать на веру мои слова, либо слова производителей других удилищ, потому что ничего для себя, взяв спиннинг в руки, вы не поймете от слова совсем. Потому что, собственно говоря, материалы они спеченые уже в готовом спиннинге и отличить один на другого практически невозможно. То есть, собственно говоря, эксперт-специалист, трехнов спиннинг, он немножко поймет и то не досконально, что и где применено, в каких более-менее пропорциях, но, скажем так, это один там из 100 тысяч в лучшем случае. Вот, в любом случае, давайте расскажу, расскажу, в принципе, все, что знаю, опираясь на, скажем так, азиатские, азиатских производителей. Начнем, пожалуй, что самого простого. Значит, у нас обычно, нам все говорят, графит, карбон и прочее, прочее. Это все одно и то же. Это все нить тончайшая, которая имеет определенные задные свойства. В принципе, практически вся Азия работает либо на Тареи, либо на Митсубиши. И первый момент, когда вам пишут на бланке, там, цена вопроса которого три копейки, что японские материалы, да не врут. Сама нить, как бы, скорее всего, произведена в Японии. Вопрос, какого качества нить, модульность, нагрузка на растяжение, на изгиб. Вот, эти показатели и характеристики даже многие производители, своим конечным покупателям, и не конечным тоже, а всяким дилерам, там, листрибьюторам, не говорят. Вот, поэтому весь этот мир, как бы, рыболовный, он полон каких-то досужек, сплетен, фантазий, вымыслов по поводу того, какие же, где и как материалы применяются. Я буду рассказывать исключительно то, что знаю, со своей колокольни, поэтому поехали. Вот, есть нить. У нити есть два самых главных показателя, на самом деле. Это модульность и это нагрузка на растяжение, на изгиб. Вот, скажем так, чем выше нагрузка на растяжение, на изгиб, тем более надежные и хорошие спиннинги у нас получаются при одинаковые толщиной стенки. Но, а, это цена вопроса, б, возможность поставки этой нити, там, условно говоря, в другие страны. Самые хорошие материалы, самые хорошие графитовые нить Япония не поставляет никуда. То есть здесь, как бы, если мы хотим прям топ-топ, то это надо смотреть именно материалы, которые изготовлены, именно уже не нить, а сами пропрыги, которые изготовлены в Японии, которые тоже особо никуда и не поставляются. Это по вопросу о трехкопеечных бланках, где написаны японские материалы. В принципе, не обманывают, но и все, правда, не говорят. Значит, что такое модульность? И почему там все говорят, вот, высокий модуль, высокий модуль. Скажем так, в рыбалке максимально реально применяемый высокий модуль, это 46 тонн. Кому интересно, как бы, Google в помощь, могу сказать так, что это, если теоретически представить себе, скажем так, нить диаметром метр, и она будет выдвинута на метр от плоской поверхности, и повешена на нее 46 тонн, она изогнется на 1 градус. Вот 46 это та модульность графита, при которой, если брать его чистым, мы вот так вот немножко согнем, готовый бланк, и он сломается. То есть, на самом деле, в чистогане его никто никогда не применяет. Максимум, что можно, это применить 40 тонн в вершине, скажем так, и что-то будет как-то работать, но строй будет достаточно злым. Вот, то есть, это будет, скорее всего, никакой не фаст, потому что, как только мы говорим о фасте, означает мягкая вершинка, 40 тонн, это очень жестко. То есть, как раз, когда показывают какой-нибудь соплей, говорят, что там 40 тонн, я говорю, ребята, это вранье, так не бывает. Самые применяемые в вершинах, например, тоннажи, это начиная от 24 и заканчивая вот 36. То есть, 24, 30, 36 тонн. Основная тоннаж вершиной. В комле можно, как бы, ставить 40, можно ставить 46. Единственный вариант, в более-менее приемлемых, как бы, заводах, на более-менее приемлемых заводах, там можно сделать микс. Например, мы взяли 46, смешали это с двадцатью четырьмя, либо с тридцатью, получили нечто среднее, с теми характеристиками, которые нам нужны. И, в общем-то, потом гордо заявили, что у нас 46. Понятное дело, вранье. То же самое с комлями, но в меньшей степени комли, как бы, можно сделать там микс, например, из 36 и 46. Тенцел-стренд, это как раз то, что подчеркивает, как бы, надежность и прочее. Значит, вот в современных приправе, которые недавно появились, даже приправе, ладно, опустим, давайте про графит. В современных графитовых нитях, которые последние появились, например, у Торея, они вплотную подошли к тому, что даже высокомодульные нити с модульностью примерно 38 тонн уже имеет тенцел-стренд, который, в принципе, равен материалам, которые использовались там примерно 7-8 лет назад. То есть прогресс идет. Но хочу сразу сказать, что рыбалка, рыболовное направление для производителей графита, это ничего. То есть вся рыбалка вынуждена жить на, скажем так, обносках от автомобильной промышленности, космоса, авиации и всего остального, что реально требует большого количества графита. Если с нитью мы более-менее определились, нам все понятно. Начинается самое веселое. Припрег. Что такое припрег? А это вот как раз нити, которые соединены вместе. Вот у меня на столе лежит целая куча разных припрегов. Вот, например, возьмем классический припрег. Вот он. Значит, это нити, которые соединены вместе и пропитаны связующим. Вот это вот на самом деле самое главное. И никто и никогда вам практически не скажет, где и какой припрег применяется. Ну, хотя бы потому, что вот это вот японский припрег от Торе, у меня в данном случае, это вот как раз 1100. Один из самых модных, популярных. Кстати, модуль у него всего лишь 35. То есть это не супер материал по модульности. У этого графита, вот тут, у 1100. Вот из 1100 вот этот припроект сделан. Чем он характеризуется? Тем, что у него достаточно неплохой tensile strength, поэтому он держит большие нагрузки. Стенку, в принципе, можно делать тоньше. Единственное, бить там, долбить ее не во что нельзя. На вываживании, на забросе, как бы она выдержит гораздо большую нагрузку. Но, вот у меня второй припроект, это 800-ка. Тоже дорожевский. Вот честно говоря, вот так вот найти разницу практически нереально. Поэтому все хорошо, все красиво. Но, если вы не специалист и не сидите на заводе и не видите, что именно мотают на Дорны, то вы не поймете ничего практически. Все сказки, все по поводу того, что там вот в Китае делают японские качества и Китай может покупать вот такие припроекты, сразу скажу, не может. Общался ни раз, ни два, ни десять. Все равно выгодно же как бы производить в Китае, чем в той же Корее. Никто из производителей в Китае закупить вот этот припроект 1000 сотый не может. Он даже 8 сотый купить не может. То есть китайское производство, оно базируется на более низших припроектах. В Китае вот уже некоторые там корейцы начинают делать и в Корее корейские припроекты, но это все немножко не то. Потому что, припроект, чем характерен припроект японский, он очень плотный, там минимум воздуха, очень хорошие качественные связующие. У корейцев плотность меньше, связующего побольше, поэтому в конечном счете мы получаем вот тот же листочек, например, который наматывается потом на Дорн, но он будет тяжелее и он будет более толстый. Собственно говоря, вот это все. Но это как раз кип-поинт, та вещь, которая характеризует, потом дает именно нужные нам характеристики для удилища. Дальше куча сказок про Ванкей, Трикей, Сипи и Карбона. Вот сейчас прям немножко расскажу вкратце. Самое лучшее, самое интересное, самое крутое это Ванкей. То есть вот здесь вот плетение, тысяча нитей, с одной стороны переплетено тысячами с другой стороны. Получаем вот такую вот вещь. Что это дает? Это дает просто безумную прочность. Есть единственный завод в мире и слава богу я с ним очень плотно сотрудничаю, который может выпустить в принципе полный спинник, даже вот ультралет у меня в руках, полностью, который сделан из этого Ванкея. Минусы, он немножко тяжеловат в отношении к обычному спиннингу. Плюсы, сломать его, ну если сильно постараться, конечно, можно, но вот нагрузку на удар, нагрузку на сжатие он держит просто колоссально для своей толщины степки. Ванкей обычно применяется вот в комле последний кусочек для того, чтобы усилить вот это вот место, когда нагрузка управленного бланка перетекает уже в руководку под саму катушку держать. Трикей в этом плане попроще, вот у меня там несколько вариантов. Это по три тысячи нити. Материал очень толстый, это только самый-самый комель. Тут возможны всякие декорации, вот мы видим, вот здесь красненькое, золото, это вот обычный 3кей. Все то же самое, только похуже и попроще по сравнению с Ванкейем. Дальше начинается самое веселое. Значит, последний тренд, последняя мода у спиннингов это вот такие вот перекрестия. Вот здесь я прям специально взял один, забрасывал своих. Некоторые наивно полагают, что это усиление бланка. Нет, ребята, это не усиление. То есть, по сути, как бы это чистая косметика. Вот сейчас четырехнаправленный CPI Carbon как бы это дешево, то есть можно спокойно это как бы сделать, не сильно повышая цену спиннинга. Но вот если там будет более частая сетка в разные стороны, восьминаправленные, то это очень-очень дорого и это делается в принципе в первую очередь только у дорогих спиннингов, где там цена этого кусочка будет не сильно влиять на общую цену спиннинга. То есть, по большому счету отдать там 30 или бы 35 тысяч за спиннинг, по большому счету разница уже никакая. Это же не 3 и 6, условно говоря. Вот, поэтому, если мы это и видим, давайте понимать, что это никакое не усиление. Отвременно с этим есть как бы вот такая вещь, как X-торк. Ну, как бы вот X-образная намотка припрейгов на Dorn. Значит, если раньше вынуждены были брать вот такие вот припрейги и просто их наматывать вот под такими углами. Вот я прямо сейчас покажу пример. То есть слой так, слой так, слой так, слой так. Дорого, очень дорого, очень как бы проблематично, потому что нужны очень прямые руки. Мы все знаем, что намотка на дорого идет, собственно говоря, все вручную. Вот, то сейчас, наконец-то, нашлась вот такая вот вещь. Это уже готовый припрейг, который уже переплетен. Минус какой, он толстый, используя его вершине, несколько проблематично. Плюс в том, что этот припрейг X-образный переплетенный, он великолепно работает на скручивание. То есть, скрутить спиннинг практически нереально. Получается несколько иной строй по отношению к обычному прямонаправленному припрейгу. И он становится более мощным. То есть нагрузки он держит гораздо лучше. Минус, как я сказал, это пока может быть использован только в комбре. У меня серия есть, будет сейчас SCSX, которая вот как раз, весь комбре сделан вот из такого припрейга. Но сразу вас хочу расстроить. Вся беда в том, что визуально вы это практически никогда не определите. Даже если, как в нашем случае, здесь палка покрашена, даже если ее не красить, увидеть направление вот этих вот, скажем так, волокон графита, вы не сможете практически никак. То есть, либо вы принимаете это дело на веру, что он там есть, либо вы не принимаете. Кстати, вот вам образец того, собственно говоря, косметический. Вот четырехнаправленный CP. Можно было сделать 8, просто спиннинг был дороже на тысячу полторы. Смысла там не вижу абсолютно. Вот оно есть, и некоторые, наверное, будут думать, что вот вот это и есть, вот это вот X-Torque, который позволяет как бы спиннингу волшебно работать. Нет. X-Torque, на самом деле, все это внутри. Так, что еще по материалам могу сказать? Очень кратенько. Есть корейские нити, корейские припрыги. Ну, корейские нити мы сейчас не берем, они редко и мало используются. В основном, японские нити и корейские припрыги. Вот это то, что в основном кушает весь основной рынок. Минусы какие? Минусы я уже назвал в плане того, что они идут с меньшими, с большими промежутками между волокнами, и они идут, собственно говоря, иногда с большим количеством свезучего. То есть, корейцы до сих пор не научились класть то количество свезучего, которое делают японцы. Ну и плюс качество свезучего самого по себе, скажем так, оставлять желать лучшего. Но все дело в том, что очень часто покупая палку японского рынка, вы просто не догадываетесь, что все бланки делаются в Корее. То есть, в Японии есть заводы, которые делают бланки. Действительно есть. Но если мы сравним то количество, которое они упускают, с тем количеством, которое есть на их японском рынке, процентов, наверное, 20. В лучшем случае. Сделано реально в Японии. Именно бланки. Собрано, да. То есть, японцы покупают бланки в Корее и собирают их уже у себя. Вот. Но это абсолютно другая история. Вот. По материалам, наверное, я закончу. Потому что говорить я могу об этом прям часами. Я думаю, вы устанете раньше. Так что, очередной любез закончен. Что будет следующее, пока не знаю. Сейчас перед нами впереди выставка. Голова пока забыта этим. Все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и, ну, думаю, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok